Интенсификация. Именно такое терминологическое объяснение дали психологи жизни в современном городе. Люди теперь чаще спешат, как следствие больше дел стараются выполнить одновременно. Не исключение беседы по телефону во время движения. Как показывает статистика Брестского региона, 13% от общего количества дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей, занятых разговорами по мобильному. Для того, чтобы предупредить такие печальные ситуации, сотрудники областной госавтоинспекции совместно с представителями компании МТС провели комплексную акцию «Держите руки на руле». Сегодня госавтоинспекция проводит профилактическую акцию, направленную на недопущение управления транспортными листами водителями, которые разговаривают по телефону и пользуются средствами мобильной связи. То есть они могут сидеть в социальных сетях, писать смс, и тем самым они отвлекаются. Они ставят под угрозу иных участников дорожного движения, разговаривая по мобильному телефону, либо когда пишут смс. Остановленные в день акции водители были приятно удивлены такому вниманию к себе. Сотрудники госавтоинспекции спрашивали лишь документы, а после представитель компании МТС рассказывал автовладельцу об акции. А в качестве напоминания о том, что во время движения общаться по мобильному телефону запрещено, дарил блютуз-гарнитуру. Такой способ общения во время движения сегодня разрешен. Компания МТС поддерживает ГАИ и совместно с ГАИ проводится акция МТС «Безопасное вождение». И сегодня мы водителям дарим такие вот блютуз-гарнитуры и информируем водителей, чтобы они были внимательны за рулем, и чтобы общение за рулем было безопасным. Брестские водители знают положение действующего законодательства и солидарны с тем, что отвлекаться во время движения небезопасно для всех участников. Да, действительно, когда человек разговаривает по телефону, он забывает, что надо показывать повороты, он немножко отвлекается. Еще раз напомним, согласно пункту 10.4 правил дорожного движения, водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радиотелефонной связи, необорудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За данное правонарушение наступает административная ответственность в размере до двух базовых величин. При повторном нарушении в течение одного года предусмотрен штраф до восьми базовых величин.